В 2017 главной хоккейной лиге по игре с шайбой исполняется 100 лет с момента ее основания. И это отличный повод вспомнить историю одной из старейшей спортивной организаций в Америке и, безусловно, сильнейшую хоккейную организацию в мире – Национальную Хоккейную Лигу. Продолжение следует... Сезон 1925-1926 стал последним, когда сильнейшая команда НХЛ билась за клубок Стэнли сильнейшей командой другой хоккейной лиги. Успех американских клубов и развал западной хоккейной лиги, когда многие хоккеисты остались без работы, подтолкнули НХЛ к расширению числа участников лиги. Новым клубом стал Чикаго Блэк Хоус, переехавший из Портленда. Кроме того, был продан клуб Виктория Кугарс, влившийся в НХЛ под названием Детройт Кугарс. В Нью-Йорке же была сформирована еще одна команда – Рейнджерс. А по ходу сезона Торонто Сейн Патрикс сменил свое название на Мэйпл Ливд. Имея в своем составе 10 команд, НХЛ сформировал два дивизиона – американский и канадский. По три лучшие команды из каждого дивизиона выходили в плей-офф, а победитель выходил напрямую в полуфинал. Этот вариант плей-офф сейчас используется в молодежных чемпионатах мира. Начиная с этого сезона соперничество за Кубок Стэнли начало разворачиваться только внутри НХЛ. Так в финале сошли сильнейшие команды канадского дивизиона – Тава Сенаторс, и сильнейшие команды американского дивизиона – Бостон Брюинс. В серии до двух побед сильнее оказались Сенаторс. В этом сезоне канадиенс утвердили новый приз лучшему вратарю лиги в честь легендарного ветерана клуба Джорджа Визины. Первым владателем Визина Трофи стал новичок канадиенс Джордж Хейнсворд. В сезоне 1927-1928 года составом участников НХЛ не произошло никаких изменений. Были все те же 10 участников, разделенные на два дивизиона. Однако главная сенсация произошла в плей-офф. Впервые за годы существования лиги обладателем Кубка Стэнли стала команда, базируемая в США, а именно Нью-Йорк Рейнджерс, которые в финале переиграли Монреаль Марунс со счетом 3-2. В сезоне 1928-1929 данная тенденция развилась, вновь победила американская команда, но на этот раз Бостон Брюинс, одолевшая в финале Нью-Йорк Рейнджерс со счетом 2-0. Однако за последние два сезона, несмотря на увеличение количества команды и в целом высокое мастерство игроков, заметно спала результативность матчей лиги. Это непременно сказалось на зрительском интересе. Игры стало посещать заметно меньше людей, а следовательно падали доходы клубов от продажи билетов и сопутствующих товаров. В связи с этим НХЛ существенно изменила правила. Начиная с сезона 1929-1930 были разрешены передачи в зоне атаки. Чтобы избегать ситуации, когда нападающие ожидали передачи партнеров прямо перед воротами соперников, но при этом не имели права делать передачи в чужой зоне. 21 декабря 1929 года было введено правило вне игры. Одновременно в зоне атаки разрешалось делать любое количество передач. Хоккей получил привычным нам сегодня вид, кроме того, сразу же увеличилось количество заброшенных шайб. Чрезвычайно мощный сезон провели прошлогодний обладатель кубка Стэнли – Бостон Брюинс. Из 44 матчей команда одержала верх 38, проиграв всего 5 раз и еще один раз сыграв ничью. Казалось, что второй раз подряд кубок Стэнли отправится в столицу Массачусетса. Однако в финале Бостон в двух матчах потерпел поражение от Монреаль Канадиенс. В этом сезоне 20 февраля 1930 года голкипер Монреаль Марунс Клинт Бенедикт стал первым вратарем в истории НХЛ, надевшим маску. 25 февраля 1930 года вратарь от Тавы Алекс Коннел стал первым голкипером в истории НХЛ, зарегистрировавшим 60 сухих матчей в карьере. В 1930-е годы в Северной Америке бушевала Великая Депрессия, рецессия мировой экономики, начавшаяся в большинстве мест в 1929 году и закончившаяся только в 1933. Не обошла она стороной НХЛ. В сезоне 1930-1931 Питтбург Пайротс сменили прописку и название Став Филадельфии Квакерс и оказались сразу внизу турнирной таблицы. Несильно от него отстал и Детройт, который сменил свое название Скугарс на Фальконс. В лиге продолжили доминировать Кеннедиенс и Брюинс, наиболее уверенно чувствующие себя в первый год депрессии. Обладателем Кубка Стэнли вновь стали Швабы, так иногда называют игроков Кеннедиенс, обыгравшие в финале Чикаго Блэк Хоукс со счетом в серии 3-2. 3 января 1931 года Нель Стюарт из Монреаль Марунс забросил две шайбы в течение 4 секунд в игре против Бостона. В 1931 году в НХЛ во время Великой Депрессии из-за материальных трудностей не смогли выйти на старт чемпионата 1931-1932 годов сразу два клуба – Филадельфия Квакерс и Оттава Сенаторс. Оттава взяла годовой перерыв для улучшения своей финансовой стабильности, а Филадельфия распрощалась с большим хоккеем аж до 1967 года. Среди оставшихся восьми команд в канадском дивизионе продолжали доминировать Монреаль Кеннедиенс, а в американском – Нью-Йорк Рейнджерс. Однако в итоге Кубок Стэнли на головы подняли после девятилетнего перерыва игроки Торонто Мэйпл Ливз, обыгравшие в финале Рейнджеров сухую 3-0. Сезон 1932-1933 годов, 16-й сезон НХЛ, ознаменелся рядом приятных событий. Оттава Сенаторс преодолели свои финансовые трудности и после годового перерыва присоединились обратно к НХЛ. Detroit Falcons объединился с Chicago Shemarks из лиги AHL, образовав новый клуб Detroit Red Wings, который возглавил Джек Адамс. Экономическая депрессия все еще продолжала оказывать свое влияние на НХЛ. Хозяева клубов решили установить потолок зарплат для каждой команды в 70 тысяч долларов и понизить максимальные суммы контрактов игроков для отдельно взятых игроков даже до 7,5 тысячи долларов. В среднем это понизило зарплату хоккеистов на 10% и вызвало недовольство в их рядах. Многие ведущие игроки объявили забастовку. Президент НХЛ Фрэнк Калдер получил право дисквалифицировать любого хоккеиста, но со временем все игроки вернулись в свои команды. Цены на билеты также понизились. Самые лучшие места теперь стоили 3 доллара, а самые дешевые всего 50 центов. В сезоне 1932-33 НХЛ ввело новое правило. Теперь капитан команды или его заместитель, ассистент, должны были находиться на поле во время матча. Брюинс, ведомый лучшим защитником лиги Эдди Шором, заняли общее первое место. Однако в плей-офф их поджидала неудача. В плей-офф в пяти матчах, четыре из которых завершились в овертайме, они уступили Торонто. Красным крыльям из Детройта пошла на пользу процедура объединения с другим клубом. И регулярный сезон они провели на равных с Бостоном, уступив первое место лишь в паразице заброшенных и пропущенных шайб. Изнуренные борьбой с Бостоном, Мэйпл Ли стали легкой добычей Рейнджер в финале Кубка Стэнли. Команда Патрика Лестера одержала три победы в четырех играх. В декабре 1933 года, во время матча Торонто-Мэйпл Ливз-Бостон Брюинс, защитник Торонто Кинг Кленси сделал грубую подножку бостонсу Эдди Шору. И тот, желая отомстить, со всей силы ударил другого хоккеиста, Эйса Бейли, который неудачно упал на спину, сильно ударившись головой об лед. Ситуация была очень критическая. В течение нескольких дней Бейли был на волосок от смерти. Бейли выжил, но карьера его на этом была закончена. И в благотворительных целях снова была сыграна отдельная игра 14 февраля, который не вошел в общий зачет регулярного чемпионата, но прошел с другими сильнейшими игроками лиги. Эта игра впоследствии стала прототипом матча всех звезд НХЛ. 4 декабря 1933 года Рон Мартин из Нью-Йорк Американс открыл счет в матче против Монриэль Канэдинс спустя всего 8 секунд после начала игры. Это стало самым быстрым голом в истории НХЛ. 12 марта 1933 года вратарь Детройта Джон Рос Роуч стал первым голкипером в НХЛ с 200 победами, после того как Рэд Уинкс обыграли Монриэль Канэдинс 3-1. 14 марта 1933 года Чикаго Блэк Хоукс отказались продолжать игру против Бостон Брюинс, после того как их тренер Том Горман был изгнан судьей с площадки. В Чикаго было защитно техническое поражение 0-1, хотя к моменту своего Димаша Блэк Хоук ввели со счетом 3-2. 18 марта 1933 года в матче Монриэль Канэдинс с Бостон Брюинс закончился в ничью 0-0. Голкипер Монриэля Джордж Хейнсворт зарегистрировал свой 75-й сухой матч карьеры, что стало новым рекордом всей НХЛ. Начиная с этого сезона, лига начала вручать новый индивидуальный приз. Приз лучшему новичку сезона, который доставался лучшему, по мнению лиги, игроку, проводящему свой первый сезон в НХЛ. Позже приз был переименован в Calder Memorial Trophy, получив свое название в честь первого президента НХЛ Фрэнка Калдера. А первым обладателем новоиспеченного трофея стал нападающий Detroit Red Wings Карл Восс. Несмотря на потери в Бейли, в сезоне 1933-1934 Maple Leafs стали лучшими в регулярном сезоне НХЛ. Торонто, к сожалению, не успел развить своего успеха в плей-офф, проиграв в полуфинале, продолжавшему постепенно прогрессировать Детройту. А кубок Стэнли впервые в истории достался Chicago Blackhawks, который в финале как раз и переиграли своих соседей из Детройта со счетом 3-1. 28 декабря 1933 года, сделав дубль в матче против Бостона, форвард Монреаль Кеннедиенс Хави Морренс первым в НХЛ достиг рубежа в 250 заброшенных шайб. 15 марта 1934 года Оттава и Сенаторс провели свой последний матч в Оттаве, проиграв New York Americans 2-3. Сенаторс вернулись в НХЛ только в сезоне 1992-93. И на этом сегодня всё. Если вам понравилось данное видео, то поставьте лайк, оставьте свой комментарий, расскажите о нём друзьям и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить ничего нового. До скорых встреч на канале Ray History Channel.